Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я решила заснять, как я буду убираться в своей комнате. Как видите, у меня просто сейчас дичайший бардак, на улице дождь, пасмурно, стрёмненько, я в домашней одежде, и решила, что пора навести уже порядок, так как здесь такой бардачелло, то что я к себе до компьютера, знаете, так перешагиваю, то есть я себе сделала такую тропинку, в общем, по ней иду, и у меня такой бардак. Так я хоть обожаю, конечно, порядок, и мне нравится, когда у меня всё чисто, когда у меня всё на местах, но где-то раз в два месяца у меня такое бывает, что я просто вообще накидываю всё на пол, на столы, когда чем-то занимаюсь или что-то покупаю, не успеваю разбирать, вообще просто такое ужасное месиво. И, конечно, мне приходится это убирать, потом я чувствую, боже, какая прекрасность, как же у меня теперь всё чисто и убрано, но проходит опять какое-то время, и опять бардак. Я не знаю, одна я такая или нет, но сегодня я решила заснять весь этот процесс, показать вообще, показать весь этот кошмар, надеюсь, что вы не сильно ужаснётесь, и я ещё в сторис спрашивала вас, снимать мне уборку или не снимать, и большинство там, порядка 90 или 100 голосов ответили, да, снимать, поэтому я засниму, не знаю вообще, что из этого дела получится, получится, понравится ли мне результат или нет, и не сильно обращайте внимание на домашнюю одежду, потому что мне не захотелось сейчас переодеваться в что-то уличное, так как это такое тёплое, мягкое, домашнее, так как, говорю, на улице погода просто ужасная, нам уже через 5 дней уезжать за город, где должно быть ещё солнце яркое, должно там загорать, поэтому надеюсь, что всё-таки погода разгуляется, то он мне какой-то вообще в депрессняк меня просто вводит. И, кстати, у меня новые очки, если вы заметили, напишите вообще, есть разница с теми или нет, и обязательно в следующем каком-то в скраб-логе я расскажу вообще что-то как, как у нас получились эти очки, потому что я вам рассказываю уже, как я их выбирала, и потом расскажу первые впечатления вообще, и что мне там врач этот прописал. Вот, так что давайте начинать, и всем приятного просмотра! Давайте сейчас сделаю обзор на экскурсию всего моего бородака, потом отпишитесь, скажете, фу, свинюшка! Я не буду отнякиться, потому что это на самом деле так, и что я хочу сказать вам, сейчас я буду разбирать, сначала я уберу вот этот стул, вывезу его в коридор, потому что будет неудобно, и ещё у меня будет вот такой вопрос, хочу что-то сделать с этой доской, потому что я такой человек, который любит, там, примерно раз в полгода, постоянно делать перестановку во всём доме, и вообще что-то менять, и уже этой доске будет скоро год, и мне хочется в ней что-то поменять, вот прям вот вообще просто хочется полностью её изменить, и начать я хочу с цвета, с цвета, и вот не знаю, ставить ли мне её мятную, или мне сделать, например, её белую. Вот как вы думаете, если я её покрашу полностью в белый цвет, сольётся ли она у меня со всей саной мебелью, будет ли это красиво, или наоборот, на белой доске будет классно смотреться, например, мятные вот эти акценты, золотые буквы, розовый цвет я не хочу перекрашивать, какой-то другой, мне кажется, будет странно смотреться, там типа чёрного, наверное, вообще мрачно. В общем, не знаю, что мне с ней сделать, хочу её полностью переделать, и также думаю, что мне сделать со всеми вот этими штучками, так как сильно её нагружать нельзя, я стараюсь только самый такой, знаете, чтобы что-то лёгкое на неё вешать, а то она вообще может отвалиться. Я вот её берегу, но хочу, в общем, её переделать, но это ладно, в общем, напишите, мне интересно будет, что вы мне скажете по поводу этой доски, потому что всё, я приеду вот из загорода, и я за неё возьмусь просто конкретно. Ну и что, давайте смотреть. Весь бардак, значит, стол. Стол капец. Валяется здесь всё, это все мои покупки, какие-то посылки, которые я не разобрала. У меня Project Life, Travels ноутбук, который я сейчас заполняю. На столе у меня более-менее адекват, потому что я постоянно здесь снимаю и стараюсь, чтобы он у меня был чистый. Здесь у меня тоже кошмар творится, так как это вообще... Это у меня, как видите, такое место за компьютером. Оно должно быть чистое, но вместо этого у меня там тоже прекрасный бардачок. В принципе, вот здесь у меня ещё более-менее всё нормально. Под стол заглядывать страшно. Ну, в общем, вот это мне надо сейчас всё убрать. И вот такое покажу. В общем, там капец вообще творится, вот в этом шкафу. Но, наверное, я буду делать отдельное видео, так как этого видео мне точно не хватит. Ну, давайте приступать. Музончик включим. И пойдём по какому-нибудь Федука танцевать. И пока я тут бегаю на экране, решила с вами немножко поговорить, так как решила всё-таки озвучить это видео. Мне кажется, слушать чисто музыку будет скучно. Вот. Поэтому хотела поговорить про расхламление. Так как часто получаю сообщения под видео, где я разбирала свою скраб-комнату перед отъездом, и ещё до этого у меня много видео есть на канале. И многие спрашивают, когда же оно будет. Вот. На что я всегда отвечаю. Мне уже немножко поднадоело отвечать каждому, поэтому решила в этом видео тоже сказать, то, что в ближайшее время у меня расхламления не будет. Потому что я сейчас к покупкам подхожу с умом. Я взвешиваю. Взвешиваю за и против. Надо мне это или не надо. Есть у меня что-то похожее или нет. И я невероятно хорошо расхламилась перед отъездом. Если вы смотрели видео, то вы знаете, я там порядка 70-80% всего своего материала либо продала, раздала, подарила или выбросила. Я очень маленькую часть вообще оставила на хранение в нашей квартире. Там буквально, может быть, пол коробочки. И все. С собой я привезла. По-моему, я, кстати, так и не выложила видео о переезде. С собой я взяла где-то 4 коробки. Ну, и сильно они такие большие. Вот. И поэтому сейчас, в принципе, я вообще ничего не выбрасываю. Не в принципе, я вообще ничего не выбрасываю. Чтобы сейчас увидеть у меня там в пакет мусорный, это будут в основном какие-то обертки, какая-то ненужная бумага использованная, да, или из-за упаковок на пират новых продуктов. И все. Больше я ничего не выбрасываю. И расхламили, надеюсь, в ближайшее время меня не будет. Потому что я сейчас, как я сказала, покупаю те продукты, которые мне нужны, которые я очень долго хотела. Наконец, одорвалась. И часто покупаю различные новинки. Ну, и, конечно же, очень глупо будет купить какую-нибудь бумагу, типа Экопарка. И, кстати, многие, и это также не многие, но есть люди, кто говорит Эхопарк. Нет, это Экопарк. Если не верите мне, потому что, понятное дело, я не американка, посмотрите американских скраперов, потому что они говорят Экопарк, Экопарк. Или, не знаю, представители также этой продукции, но не Эхопарк. Мне вообще интересно, откуда пошло именно вот это слово. Почему Эхо? Я не знаю. Если даже по-английски, если вы читаете Си Эйч, ну, тогда Эйч. Ну, я вообще не знаю, почему Эхо, но, в общем, ладно. Вот, поэтому сейчас расхламления не будет. Просто я иногда вот так тут творю, что, знаете, например, у меня такое бывает, когда я работаю над каким-нибудь проектом, да, и работаю на своим, вот за своим вот этим белым столом, и просто беру все материалы со всех там шкафов и потом все просто кладу на соседний стол. Потом, когда с этого стола уже некуда, я ложу под стол. Ну, и, понятное дело, под конец проекта у меня просто вообще все завалено, и я всегда потом беру и разбираю. Вот. А так, в принципе, стараюсь, конечно, поддерживать в чистоте, потому что, конечно, когда чисто, когда все материалы на месте, то приятнее, то ты знаешь, что ножницы находятся там, да, а карандаши там, хотя, как есть такая шутка, что у скраперов не бывает бардака, да, а бывает только чистота, и это такой бардак просто творческий. Даже если у нас бардак, например, как у меня сейчас был, да, но я все равно я знаю, что где у меня находится. И вот, в принципе, я где-то часа за два я полностью привела в порядок свою мастерскую, и, как многие пишут, есть ли разница житья на балконе и в комнате своей, конечно, есть она просто огромная, она просто невероятная. Я дико счастлива, что у меня есть своя комната, где я могу сидеть, могу находиться, могу делать что угодно. Вот такие у меня получились труды моей уборочки. Мне кажется, получилось все очень даже хорошо. Вот я убралась, наконец-то у меня чистые, у меня чистые два, даже три стола, и я теперь опять могу спокойно все дело это мусорить. Напишите, как вам понравилось, видели, нет. Снимать мне такие зачистки, так я сказала, мне такое происходит регулярно. В принципе, все, на этом буду с вами прощаться. Спасибо большое, что были со мной, что посмотрели это видео, и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok